Всем привет! Сегодня я с вами хочу поговорить на тему смысла жизни. Опять у меня были... Знаете как, всё время понимаешь это, но часто забываешь и возвращаешься к этому пониманию часто. И оно вдруг становится каким-то очевидным, и хочется поделиться этим. А вот как вы думаете, в чём смысл жизни? Напишите ваши версии. Всё для вас, смысл жизни в чём. Значит смотрите, когда вы начинаете думать о будущем, то происходит следующий момент. Вы просто часть своего внимания погружаете в ум и в оперирование какими-то образами. И очень часто вы оперируете образами будущего на основании просто своей памяти. То есть у вас есть картинки, всякие записи по поводу того, что вы проживали раньше. И на основании вот этого банка памяти вы можете выстраивать какое-то представление о будущем. Ну согласитесь, если вы вообще ничего не помните и не знали ничего по поводу того, что было, а как вы можете что-то представлять, что будет? У вас просто не будет материала, на котором вы будете всё это представлять себе. Понимаете? Поэтому есть память и есть ваши представления, ожидания какие-то по поводу будущих изменений. Всё это происходит всегда в настоящем моменте. То есть вы всегда вашим вниманием находитесь в той или иной степени в настоящем моменте. Но иногда часть вашего внимания, возможно даже большая часть вашего внимания, может погружаться в мыслительный процесс. И вы можете оперировать будущим, то есть какими-то предположениями по поводу тех изменений, которые наступят. И вы можете вспоминать, что было. Понимаете? Так вот, теперь к вам такой вопрос. Вот давайте представим, что нет будущего, то есть вы не оперируете сейчас мыслями по поводу будущего, и вы сейчас ничего не вспоминаете. То есть предположим, вот этого процесса нет. Тогда что есть? Что, если вы не думаете о будущем и не думаете о прошлом, то что происходит прямо сейчас? Ну да, есть сейчас, но что происходит в этом сейчас? Ну не обязательно радоваться, вы можете. Вы можете и плакать. Что происходит с вами здесь и сейчас, когда вы не думаете о будущем и о прошлом? Я вам объясню, я вам сейчас отвечу, что с вами происходит. И это очень просто, как обычно. Точно, вы живёте. Вот вы живёте просто, понимаете? Когда вы не думаете о будущем, не думаете о прошлом, находитесь здесь сейчас, то вы живёте. Вы переживаете определённый опыт, разный опыт. Вы можете радоваться, можете плакать, можете испытывать боль, можете испытывать лёгкость. Абсолютно разные могут быть переживания, в разных местах можете находиться. Но вы живёте, вы живёте. Так скажите мне, какой смысл жизни, если мы отложим будущее и прошлое, если мы отложим ум с его представлениями по поводу будущего и прошлого, то какой смысл жизни? В чём заключается смысл жизни? Точно. Смысл жизни заключается в том, чтобы жить. Понимаете? В том, чтобы переживать опыт в настоящем моменте. И это единственный смысл жизни, который существует. И у вас, знаете, самое смешное, что у вас нет возможности не находиться здесь и сейчас. То есть такой физической возможности нет. Ваше тело всегда находится здесь и сейчас. Но ваше внимание часто отлетает в ум куда-то, в какие-то мысли о будущем, о прошлом. Вы что-то себе представляете. И очень часто вот именно этот ментальный процесс, да, вот этот ментальный процесс, который у вас происходит в уме, он просто постоянно делит то, что с вами происходит, вот эти переживания, вот этот опыт, на плюс и на минус. Понимаете? Он разделяет как бы на две части. Мне это подходит или мне это не подходит. Или я хочу так и не хочу так. Понимаете? То есть вот это состояние ума, разделённое состояние ума, оно очень часто и вызывает как раз то, что вы не хотите или, скажем так, даже не можете где-то переживать тотально опыт. То есть просто жить. Просто жить и проживать этот опыт. Сейчас я вам найду одну цитату. Она меня очень реально порадовала вчера и повеселила. Сейчас я вам найду её. Если я её найду. Ха-ха-ха. Что-то у меня в кипере не синхронизируются заметки. Хорошо, я вам своими словами скажу. Смысл там какой. Один просветлённый мастер, он вот сказал примерно, примерно такие слова. Что так или иначе, вот что бы с вами ни происходило, да, кто бы ни жил, да, вот кто бы ни переживал этот опыт, так или иначе это заканчивается. Понимаете? То есть ещё никто не выжил. В этой жизни ещё никто не выжил. Понимаете? То есть все так или иначе умирают. Вы понимаете это? Что так или иначе, так, ну, туда-сюда, там, не знаю, сто лет, сто пятьдесят вам удастся прожить. Рано или поздно это завершится. Вы согласны с этим? Или кто-то считает, что он бесконечно будет жить в этом теле? Совершенно верно, да. Так вот, мастер сказал, что все так или иначе, ну, не выживают. В конечном итоге в этом теле вы не выживете. И вторая, как бы, часть цитаты. И так как вы не выживете всё равно, поэтому и париться особо на эту тему смысла нету. Напрягаться. Вот сильно напрягаться на тему будущего, на тему прошлого нету. Потому что, что бы вы ни достигли, вот, что бы вы ни сделали в будущем, там, со своей жизнью, так или иначе, рано или поздно, всё это вы потеряете. Вы это всё потеряете. Так в чём же смысл? Вот многие люди, они переносят свой смысл в будущее. Понимаете? То есть, они всё время видят свой смысл где-то завтра. И поэтому они, так как они всё время моделируют себе будущее какое-то, вот, представляют, как всё должно быть идеально завтра, да, они очень часто не проживают, скажем так, естественно, интересно, спонтанно часто, да, полноценно, то есть, тотально тот опыт, который с ними происходит. Потому что у них есть определённые жёсткие критерии. И они с этим связывают смысл своей жизни, понимаете? То есть, они считают свою жизнь полностью, как бы, ну, вот такой вот, наполненной смыслом, да, только если у них есть какие-то определённые идеалы, которым они стремятся. Но как только жизнь начинает становиться неидеальной, она начинает отклоняться от этих идеалов, люди теряют смысл жизни. То есть, они начинают быть растерянными и начинают, как бы, плохо себя чувствовать. И знаете, что с ними происходит? На самом деле с ними происходит просто жизнь. Вот всё, что с ними происходит, с ними просто происходит жизнь. Иногда у них один опыт, иногда другой, иногда приятный опыт, классный, иногда болезненный опыт. Но всё это и есть жизнь. Жизнь – это полный диапазон опыта. И мы приходим сюда переживать этот полный диапазон опыта. Вот в этом и заключается смысл жизни – переживать этот опыт. Но я не против того, что у нас существует право выбора, да? Но вы же поймите, вот здесь в чём весь фокус этого всего, что право выбора – это ваша способность в настоящем моменте. Понимаете? Она прямо не связана с вашим прошлым и с вашим будущим. Очень часто настоящий выбор вы делаете не головой, вы делаете это сердцем, душой. Понимаете? И этот выбор, он моментальный, он происходит часто в настоящем моменте. Вы чувствуете просто, вот вы чувствуете свой выбор. И если у вас есть выбор, да? Вот как Гигам говорит, что если у меня есть вот стул, и я на нём сижу, и мне там очень некомфортно. Если рядом есть свободный стул, я пересяду на него. Но если я сижу, и мне некомфортно, и стула рядом нет, и некуда пересесть, то я сижу на этом некомфортном стуле и не делаю из этого проблему. Понимаете? То есть если нет выбора, то проблемы нет. Тогда какой смысл представлять, что есть какой-то выбор сейчас, и создавать из этого проблему? Понимаете? Поэтому, да, у вас есть выбор, но когда он реально есть, но когда его нету, и вы уже испытываете то, что вы испытываете, это и есть тот опыт, который вы переживаете, это и есть ваша жизнь. Постоянно вы летаете? Ну, не знаю, может у вас плохой интернет? У меня сегодня тоже, я вещаю с мобильного интернета, потому что у меня, короче, два роутера, один старый и один новый. И вот получается новый, я его отнес перенастроить, и через жопу его перенастроили, он теперь не работает, я вынужден работать на старом роутере, а он глючит. Вот, и поэтому я как бы сейчас вещаю с мобильного интернета. Так что уже качество как есть. То есть, вы поймите, что жизнь, она будет в любом случае иногда болезненной, иногда вы будете испытывать болезненные эмоции, иногда будете испытывать негативные эмоции. И если вы уже их испытываете, то это не значит, что вам срочно нужно вот прямо, не знаю, что-то с собой сделать и быть опять только в положительной части жизни. Понимаете? Но в целом я не против, я не против тенденции человека расширяться, я не против человека, как бы тенденции человека стремиться к чему-то лучшему. Просто вы поймите, что вот этот интеллектуальный выбор, да, то есть как вы себе представляете, как вы себе представляете свое будущее, он всегда должен быть менее приоритетный, чем ваш душевный выбор, в ваш прямой отклик на момент, чем в ваша прямая разумность. И вот когда вы возвращаетесь в это состояние прямой разумности и переживания тотального жизни, у вас просто все эти цели, все эти планы, они становятся просто, они могут присутствовать, но они становятся второстепенными. Вы не, и у вас нету этой идеи, что смысл вашей жизни заключается в том, чтобы достигнуть какую-то цель. Понимаете? Смысл жизни совершенно в другом. Смысл жизни в том, чтобы жить, в том, чтобы совершать какие-то выборы по душе в настоящем моменте, совершать разумные, рациональные выборы. Если у вас где-то нет выбора, и вы испытываете какие-то ощущения, которые вы называете условно неприятные, вы просто их испытываете. У вас нету претензий к жизни. Понимаете? То есть любые претензии к жизни, к тому, что с вами происходит, всегда рождаются из ваших идеализаций по поводу будущего, по поводу прошлого. То есть они рождаются в вашем уме, как памяти, как представление о том, как должно быть. Понимаете? И пока вы сильно наделяете значимостью, важностью, вот эти вот как бы моменты, связанные с будущим, с прошлым, вы как бы готовитесь жить. Вы не проживаете тотально свою жизнь в настоящем. Поэтому у вас все время вот эти вот вопросы по поводу смысла жизни. Понимаете? То есть у вас все время возникает этот вопрос о смысле жизни, потому что вы не проживаете полностью свой опыт в настоящем. То есть если вы согласны с тем, что у вас и так фактически происходит здесь и сейчас, если у вас нет претензий, если вы не занимаете позицию против, жесткую позицию против того, что прямо сейчас происходит, то тогда вы просто имеете возможность тотально это переваривать и проживать. И это не значит, что вы должны продолжать находиться в каких-то вещах, которые вам не резонируют, абсолютно вам не близки. Но когда вы уже попадаете в какие-то ситуации, там уже происходит этот болезненный опыт, и вы не можете прямо взять и пересесть на другой стул, но вы просто переживаете это. То есть если есть возможность отойти, отходите, но если возможности нету отойти, значит просто находитесь в том, в чем находитесь, и переживаете это тотально. Это называется конфронт. То есть быть лицом к тому, что обычно вызывает у вас неудобства, неудобства и быть к этому лицом и переживать это без неудобств. То есть без идеи, что прямо сейчас должно быть что-то иначе. Понимаете? И вот если вы так живете, у вас вопросов по поводу смысла жизни не возникает. Потому что это надуманные вопросы. Это вопросы ума, это иллюзорные вопросы. Вы всегда находитесь здесь и сейчас. Никто, вот это тело ни разу, не выходило из настоящего момента. Понимаете? То есть это тело всегда находится в настоящем моменте. Поэтому жизнь этого тела заключается в том, чтобы переживать этот момент. Переживать. Жить так, как живется, как у вас естественно идет процесс, как у вас творчески что-то рождается в моменте, как какие-то выборы в настоящем моменте. Вам кажут, ну как, вы их видите как разумные для себя. Понимаете? Поэтому, да, смысл жизни заключен в том, чтобы просто жить. Жить тотально. Жить творчески. Стараться, ну вот как бы, видеть эту приоритетность, да. Куда вас ум пытается, в какие идеализации загнать. А где вас ведет голос вашего сердца, голос вашей души. Если вы следуете за голосом своей души, вот вы получаете свое предназначение. Реализацию какого-то своего внутреннего глубинного импульса. Но если вы движетесь по уму, если голова ваш капитан, и вы все время стремитесь к какому-то смыслу завтра, то у вас будет все время чувство неполноценности проживания настоящего момента. То есть вы как бы готовитесь жить. Понимаете? То есть вы не живете здесь и сейчас. У вас все время идет такой процесс подготовки к какой-то идеальной жизни завтра. И все эти идеалы, они очень, ну, в своем большинстве, они надуманы. Поэтому, ребят, возвращайтесь в реальность. Живите настоящим моментом. И смотрите, куда у вас душа лежит в настоящем моменте. Что делать с целями? Ставьте эти цели, если они откликаются в вашей душе. Понимаете? То есть если вы чувствуете свою самореализацию в направлении реализации этой цели, если вы чувствуете, что вам прямо интересна вот эта тема, вот вам тема интересна, вам интересно и естественно двигаться к этой точке B, значит, это ваша настоящая цель. Да, там будут трудности, там будут препятствия, но даже проживая этот опыт преодоления препятствий, вы будете чувствовать целостность движения к этой цели. У вас не будет постоянно такого, ну когда же я попаду в точку B и там все будет хорошо. Вы будете радоваться от самого процесса. Понимаете? И вот это и есть полноценная жизнь, жизнь, где не возникает вопроса смысла жизни. Когда вы движетесь полноценно, тотально, не придаете свои чувства, скажем так, свой центр духовный ради каких-то иллюзорных вещей. проживаете тотально свою жизнь. Это могут быть разные ощущения в теле, это могут быть разные эмоции, это могут быть негативные часто эмоции, это могут быть препятствия, инерции. Но где-то внутри вы понимаете, что вы идете в правильном направлении. И это чувство, это чувство, и вот оно и как бы для того, чтобы его все лучше и лучше ощущать, и нужны часто духовные практики, повышение своего уровня осознанности. Потому что люди очень сильно, очень много внимания держат в уме. То есть они много держат внимания в прошлых мыслях и в будущих мыслях. И они, так как они все время заморожены большим объемом внимания в мыслях, они часто не чувствуют себя. То есть у них не хватает внимания, чтобы просто наблюдать, есть такое слово, абнозис, то есть наблюдение фактов реальности. Для того, чтобы наблюдать факты реальности прямо, не оценивая, не обесценивая. Для того, чтобы чувствовать свои какие-то импульсы и ощущения в отношении этих фактов. Понимаете? То есть ум, это просто дополнительный инструмент. Это не капитан, это старпом, как бы это инструмент реализации вот этих искренних импульсов, как бы вот этого предназначения, вот этой тяги искренней. Понимаете? Но у очень многих людей ум с его мышлением, с его представлениями, опытом, он как бы становится капитаном. И он пытается управлять жизнью через цели, планирование. То есть такая немножко жизнь становится, она очень становится роботичная. Очень много там привычности какой-то. Очень мало спонтанности, свободы. Очень много туннеля какого-то такого, туннеля. Вот цель, морковка. И только когда я приду в эту точку B, скушаю эту морковку, тогда я чуть-чуть порадуюсь там. Понимаете? И поэтому в этих туннелях часто душа не может проявлять свое творческое начало. Вот этот голос души, он как бы все время подавляется, как бы, он все время делается неважным. Приоритет интуиции, приоритет своих искренних чувств, его какого-то вот внутреннего, вашего искреннего намерения, он как бы все время приглушается вот этим вот количеством мышления, количеством целей, идей, представлений. Понимаете? И поэтому очень важно постепенно внимание возвращать к настоящему моменту, к тому, как вы чувствуете. Начинать осознанно относиться к вашему процессу мышления, видеть, что это второстепенный процесс, что кроме того, как вы думаете там, как вы представляете, есть то, что вы чувствуете, есть некий импульс, магнетизм. И вот нахождение этого импульса, следование за этим импульсом, оно постепенно снимает вопрос о смысле жизни. Понимаете? То есть смысл жизни, этот вопрос появляется у людей, которые очень как бы долго жили по уму, и уже что-то там у них такая жизнь какая-то, роботично пустая какая-то, вот знаете, она не наполненная, в ней мало творчества, и они чувствуют пустоту, и поэтому из-за этой пустоты у них возникает вопрос по поводу смысла жизни. Понимаете? Когда человек наполнен, когда у него хороший контакт с собой, с душой, когда он живет по душе, занимается тем, что любит делать, и когда он движется на любви, на вот этом вот импульсе творчества, на этом интересе, когда он расширяется, когда он преодолевает какие-то препятствия на пути реализации своих творческих идей и своего предназначения, вот тогда у него постепенно даже вопрос по поводу смысла жизни не возникает. понимаете? Он просто чувствует, что он на своем месте. И даже если он чуть-чуть сбивается, он быстро это достаточно осознает, возвращается обратно на путь своего предназначения. Вот так вот я вам сегодня преподнес эту тему по поводу смысла жизни. Вот. Ну, прям сейчас уже не буду отвечать на вопросы, потому что мало времени. Если остались какие-то вопросы, опять же напоминаю, что я доступен в мессенджере Фейсбука и в этом, в Скайпе логин Макс Биз. И также ВКонтакте вы можете Макс Хиггер набрать и найти меня ВКонтакте и задать свои вопросы туда. Вот. Задумайтесь, задумайтесь и посмотрите вот внимательно на то, что я сегодня вам проговорил. Это важно. Это важно. Важно научиться отталкиваться от настоящего момента, а не от каких-то бесконечных представлений о том, как было и о том, как должно быть. Это важно. И на этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok